Володя, последние три года твоей кинокарьеры это вот такой постепенный, но перманентный взрыв от Кинотавра до Венеции, как ты переживаешь это все? Да прекрасно, ну я работаю, я что-то не обращаю на это внимание особо, не понятно, что приятно и достаточно, если вдумываться, то конечно удивительно, но я стараюсь не вдумываться, я просто, да я живу по принципу прав тот, кто работает, поэтому я работаю, слава богу, в профессии, Слава богу, есть предложения, есть над чем работать, поэтому я вот стараюсь как-то работать и думать о новых проектах, а не о том, какого успеха достигли старые Но единственное, я не склонен считать, что это последние три года моей карьеры, скорее первые три года моей карьеры, вот посмотрим Я знаю, что до своей, скажем так, кинокарьеры большой уже, ты работал курьером, до этого еще КВНщиком, сейчас ты можешь уже сказать, что все, у тебя в твоей жизни только кино есть и ты ничем посторонним не занимаешься, не отвлекаешь себя? Ну, нет, так нельзя сказать Это же всегда, всегда лотерея, ты не знаешь, последний это у тебя проект или не последний, будут еще предложения, будет еще возможность снимать или не будет Конечно, участие в Венецианском фестивале, конечно, дает какую-то надежду, что будет чуть легче потом найти следующий проект Я сейчас снял еще один сериал и взялся за следующий сериал, поэтому тоже есть надежда, что как будто я уже не вернусь в доставку Но зарекаться от этого как-то не стоит, потому что я-то в доставку пошел как раз после всего этого колоссального успеха глубоких рек Вот, поэтому это все, ну, меня ничего это не пугает, это бывает такое Современным молодым режиссером в России, это куда лучше, скажем так, идти в более авторское кино, как тебе кажется? Или это все же пытаться стоит, чтобы не работать лишний раз курьером, так сказать, пойти в жанровое? Важно, я говорил об этом, прав тот, кто работает Дело же не в том, что жанровое или авторское, любой жанровый фильм может быть авторский, а любой авторский может быть жанровый Это же сейчас эти границы настолько стерты, что главное иметь, наверное, ну, как какое-то нутро, что ли Вот банды Нью-Йорка, это авторский фильм или жанровый? Ну, это скорее, мне кажется, авторский фильм просто большого очень автора, поэтому его можно отнести, наверное, к жанровому Наверное Фигура автора просто, мне кажется, здесь важна очень, потому что если он достаточно большой Ну, конечно, с чего-то надо начинать Нельзя позиционировать себя, как автор большой, когда ты только начинаешь Глубокие реки, например, как я знаю, нет Слушай, ну я начинающий режиссер Не, да, я понимаю, но Насколько сложно найти условное финансирование, если первый твой фильм стоил, ну, там, полмиллиона долларов, насколько я знаю, примерно А собрал всего лишь 30 тысяч Я же не искал Я не искал, я как бы фонд, пример интонации подал мой сценарий на питчинг, и мы получили финансирование от государства Финансирование от Министерства культуры, по-моему, насколько я знаю, невозвратные На второй фильм я вообще не искал деньги Я вообще даже ни на секунду не задумывался о бюджетах, о деньгах и все прочее Все на себя взяли продюсеры И в тех условиях, которые вот сейчас и минуту есть Безотносительно от того, что у тебя сзади, и стараться не думать о том, что будет впереди Не могу не спросить про Сокурова все же Как так получилось? В чем секрет? Такой процент успеха, скажем так Ни одна киношкола не способна дать такое количество фильмов, скажем так, от нескольких всего лишь режиссеров Но очень быстро выстрелили все Огромное количество обстоятельств, наверное В первую очередь, конечно, личность мастера Александра Николаевича и то, как он на нас повлиял И, наверное, для того, чтобы более точно сформулировать какую-то формулу, почему его студенты так выстреливают условно на международных фестивалях, а в других мастерских такого нет Наверное, более точную формулу мы сможем сформулировать, когда вот сейчас его Петербургский курс закончится И начнут снимать свои дипломные работы, дебютные работы большие Вот, я потому что я видел их короткометражные работы, я думаю, что там очень много одаренных ребят, о которых мы просто услышим еще много раз Вот, поэтому, если это так, а я думаю, что это так, то, конечно, в первую очередь, это личность самого Сокурова Во все остальные очереди уже некая национальная специфика, некая, может быть, интонация, которая до этого не была в кино И темы, ну, Северного Кавказа никогда не было в кино Да, вот, насколько пройдила фраза о том, что Кавказского кино до вас, вот, Новой Кавказской волны, уже чуть ли не как вас называют, не было вообще Да не, оно было, конечно, и в советские годы снималось огромное количество фильмов на Кавказе, но это всегда были фильмы, насколько я понимаю, извне Приезжали режиссеры откуда-то, снимали красивые горы, снимали красивые... ну, то есть, снимали там «Земля Санникова», да, снимали «Вертикаль» у нас То есть, не было фильмов про сам народ А вот внутри, внутри, да, было очень мало фильмов Внутри своих режиссеров было очень мало В основном это были телевизионные документалисты, что по своей просто природе, ну, не часто бывает такими, какими-то большими вещами Ну, поскольку телевидение все-таки не требует такого подхода И поэтому, наверное, поэтому я не могу сказать, что с нами родилось Кавказское кино, вряд ли оно родилось Потому что все-таки у нас, если говорить об интонациях фильмов, все-таки это европейское кино Просто на Кавказскую тему Понимаешь? На Кавказском языке, вот, почему так важно было использовать именно... Ну, то есть, у Коваленко был осетинский, у тебя был кабардинский, да Ну, потому что они же прекрасные, они же удивительные языки, они красивые, они особенные, у них особенная мелодика, у них особенная полифония какая-то, особенное интонирование Для органики, внутренней органики и исполнителей, и вообще материала всего фильма, конечно, очень важно использовать язык Ну, я не могу представить там фильм, например, «Разжимая кулаки на русском языке» Это было бы другое кино, оно было бы, наверное, оно было бы немножко фальшивым, возможно А почему тогда этот «Мама и дома» не получился на кабардинском? Потому что он изначально там весь материал не подразумевал кабардинского языка Не подразумевал, потому что обстоятельства и обстоятельства, через которые проходит Тоня Они, ну, это обстоятельства, через которые проходит русская женщина Потому что если бы мы туда ввели все-таки персонаж национальный, то она бы, конечно, совсем иначе себя вела И очень важно было, что вот это такое условное ощущение одиночества Все-таки для национальных семей это в меньшей степени, ну, на Кавказе, это в меньшей степени возможно Потому что все-таки много родственников, много там знакомых и так далее А вот то, что она русская, как бы, в этом есть какое-то такое, ну, одиночество, что ли На фигуру женщины у вас у всех, она так или иначе, на самом деле, задействована почти в каждой картине Это с чем связано это какое-то просто желание вырваться из традиционных устоев? Надо откровенно сказать, что фигура женщин в кавказских культурах, она велика на самом деле И то, что говорят, что там женщин принижают и унижают и как-то, ну, нынче модное слово Абьюзивные отношения мужчин по отношению к женщин В традиционном смысле это неправда В адыгской культуре, когда невестку вводили в дом, у нее на платье были очень длинные рукава Это была некая символика того, что ей не позволялось ничего делать по дому Она должна была прийти как принцесса туда И за ней все ухаживали, ее кормили, поили, не позволяли ничего делать по дому Время, когда ее подпускали, например, к готовке на кухне Это время, когда она рожала первенца Потому что только мать может кормить своего сына Вот тогда ее подпускали, как бы, к хозяйству До этого ее не подпускали Просто немножко другие отношения у мужчины, у мужа и жены Потому что жена, например, никогда мужу слово поперек в обществе другого человека не скажет Никогда не скажет Но вечером может ему устроить втык абсолютно наедине Но это же, это делалось, ну, это традиционное такое поведение Для чего это делается? Она не может подвергнуть авторитет мужа сомнению при постороннем человеке Поэтому говорить о том, что у нас как бы в фигуру, ну, женщины присутствуют в кадре для того, чтобы Откуда сбежать или сломать какие-то границы, это сложно Просто женские персонажи зачастую гораздо интереснее Драматичнее Драматичнее Пальфония эмоций у женщины гораздо больше, чем у мужчины А не сложно режиссеру мужчине, как вот в особенности сейчас это популярно Узнавать, так сказать, и спрашивать Сложно ли режиссеру мужчины снимать про женщину? Ну, иногда сложно, потому что ты всегда боишься немножко соврать И в этом смысле, конечно, ну, вот если говорить о фильме, конечно, меня спасло то, что Оператор-постановщик была девушка, главная актриса Мы как бы вместе это обсуждали И это меня спасало от какой-то вот такой, ну, лжи, что ли, на экране Ну, помогало избежать вот этого Возвращаясь к теме Кавказа Сейчас то, что происходит со всеми, так или иначе, прениями, в первую очередь, национальными Это как-то, как тебе кажется, это вообще возможно найти отражение в твоем Как это модное слово, страшное, на самом деле, слово геополитика Меня не интересует Вот человеческие отношения, да, они гораздо более сложные А вот какие-то социальные явления Они меня не очень интересуют То есть, на самом деле, заслуга здесь больше Маши Изюмовой, как я понимаю, в том, что в «Маме я дома» Присутствуют эти референсы к политике, скажем так, с ЧВК и... Конечно, ну, это было в изначальном сценарии Это все она придумала, все это она написала Я в этом смысле просто как-то реализовал Я занимался, ну, как это говорят, постановкой Я не знаю, просто, ну, мне кажется, что это слишком сложное явление Для того, чтобы вот суметь полностью разобраться в этом вопросе Потому что всегда есть две правды И когда ты снимаешь фильм, ты должен понять, на чьей ты стороне Вот на стороне какой правды ты находишься И я пока не могу понять, на какой я стороне там в разных вопросах Я зачастую, я не очень хочу принимать вообще какую-либо сторону Ты пытаешься, мне кажется, во втором фильме с вами Ты совмещаешь вот этот абсурдизм и трагедию Да не знаю, нет, но мне кажется, что мы вообще живем достаточно в абсурдно-трагическом Сейчас абсурдно-трагических обстоятельствах Очень много абсурда на нас сейчас льется со всех сторон И зачастую этот абсурд и приводит к большим трагедиям Вообще по всей стране И, ну, как раз была попытка вот этого смешения двух вот этих жанров Потому что так и есть, на мой взгляд Ну, потому что все, что 90% того, что я вижу, выглядит как абсурд Как отсутствие вообще всякой человеческой логики И, конечно, хотелось это привнести Насколько я знаю, персонаж Горчилина как раз вот он родился из-за того, что ты буквально нарезал новости какие-то, вычитывал все Не, не совсем так Персонаж Горчилина был изначально в сценарии Просто когда, ну вот я взялся, когда мы начали такую более подробную подготовку и какие-то изменения сценария Мы с Машей просто взяли и весь сюжет этой администрации стали наполнять событиями из новостных лент То есть мы просто брали какое-то событие в новостях России И превращали это в сцену с двумя чиновниками То есть там все, что было в новостях Так или иначе Ну вот на сайтах всяких разных новостей Такая просто альманах российских абсурдистских лещей Ну после, да Ну мы, конечно, далеко не все сделали Далеко не все, что хотели сделать И далеко не все, что хотели вошло в кадр Там были достаточно такие Жесткие, жесткие вещи Которые, ну, пришлось удалить Потому что уже слишком А у тебя нет в целом некой, ну, боязни порой, когда ты снимаешь кино про Кавказ Но все же, что кто-то или что-то потребует каких-либо извинений Извинений? Да, да, да Ну как бы любят на Кавказе в последнее время извиняться, поэтому Не-не, любят извиняться перед Кавказом Ну да, перед Я не знаю, но потребуют извинений, я извинюсь, что в этом такого Пока не требуют Пока не требуют Я сомневаюсь, что люди, которые требуют извинений, вообще смотрят мое кино И вообще им это интересно, и они что-то изучают Ну, не знаю, ну, а что со мной, ну, убьют, и что За себя я не боюсь Ну, чего бояться Если бояться, то смысл вообще что-то делать Смысл что-то делать, если ты чего-то боишься Никого смысла нет Это как идти в тренажерный зал и бояться поднять 50 кг Смысл тогда ходить Смысл тогда ходить Смысл тогда ходить Смысл тогда ходи Икона Да, contractors